В этом году исполняется 10 лет визита Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла в Ставропольскую митрополию. И 12 декабря 2012 года, получается 12-12-12, Святейший Патриарх прибыл в город Ставрополь и открыл заседание первого Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. И тогда Святейший Патриарх говорил о значимости и русского народа, и казачества на Кавказе, и, конечно, о межнациональном, межрелигиозном согласии. Были представители и делегации со всех республик Северного Кавказа, даже Южного Кавказа. Были очень видны деятели власти, культуры, религиозных организаций. И в этом году мы проводим юбилейный Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. Именно это уже числа, 12 декабря, уже 2022 года. И, конечно, хотелось бы сказать несколько слов, на мой взгляд, какая значимость наших форумов, прошедших за этот период времени, и насколько они важны для нашего региона, для всего Северного Кавказа. Всемирный Русский Народный Собор, как и Ставропольское отделение, является общественной площадкой. И, конечно же, учредитель данной организации – Русская Православная Церковь. Но это единственная площадка, наверное, на которой встречаются буквально представители и всех традиционных религий, и представители разных частей нашего общества. В каком-то смысле, наверное, во Всемирном Русском Народном Соборе можно увидеть некий прообраз или образ гражданского общества, о чем мы часто говорим. Ну, например, на больших форумах в Москве выступает, как и президент Российской Федерации, премьер-министр, выступает председатель Государственной Думы или председатель Святой Федерации, или, скажем, выступает как представитель от «Единой России», так и Зюганов, представитель КПРФ у нас в Государственной Думе, так и выступал, конечно, горячо выступал всегда, Жириновский. И это действительно площадка, на которой могут быть представлены мнения тех людей, которые, самое главное, любят Россию, самое главное, служат России, и самое главное, делают все, чтобы было единение внутри нашего народа и процветание нашего Отечества. Вот исходя из этого, наверное, можно и судить о том, насколько полезным была деятельность нашего Ставропольского форума, нашего отделения Ставропольского Всемирного Русского Народного Собора здесь, на Кавказе, за эти 10 лет. Например, темы были самые разные, но все они были с болью о проблемах нашего Отечества. И, безусловно, с той тематикой, которая должна развивать наше Отечество, ну, например, семья, и семья, например, разговор о семье и в нашей стране в целом, и разговор о семье на Северном Кавказе, это очень важная, чрезвычайно важная тема, когда сегодня до сих пор наш народ, если по рождаемости мы говорим, до сих пор умирает. Может быть, не хотелось бы вот в юбилейном выступлении, в юбилейном нашем форуме говорить такие слова, ну, это реалии, поэтому как не говорить на всех площадках, в том числе на площадке Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе, не говорить о проблемах семьи. Безусловно, те сотни экспертов, которые были, они давали различные цифры, прогнозы, говорили, что нужно сделать в том числе, чтобы рождаемость повышалась в нашей стране. Безусловно, говорили и приводили примеры тех регионов, где больше рождаемость, чем в целом по стране, и те регионы, которые просто проваливаются даже от средней составляющей. Например, была одна из тем русский язык. Уж где-где, как на Северном Кавказе, нужно говорить о русском языке, потому что сами представители народов Северного Кавказа, я имею в виду не русского народа, говорят о проблеме, деградации сегодня в отношении русского языка на Северном Кавказе, и в обучении, и в быту порой. И, безусловно, это очень важно. Русский язык – это тот скрепляющее начало всех наших народов, больших и малых, в единую, огромную, замечательную, прекрасную семью. И вообще, конечно, это язык международного общения, это язык очень-очень многих людей, любящих русскую культуру, русский язык. Безусловно, темы были о кризисах и о вызовах, которые существуют. Например, вызов, который был одним из первых в эти годы, вызов 2014 года. Это кровавый переворот в Киеве. Это приход Крыма, как мы говорим, в родную гавань. Это, к сожалению, начало той войны в Донбассе, которая продолжается по сей день. И многое другое. И вот сегодня, в том числе, очень серьезный вызов, когда мы обязаны защищать Донбасс, донбассов, защищать русских на Украине. Когда мы сегодня должны обезопасить нашу страну, говоря о том, какой плацдарм для возможного нападения на Россию создается на Украине, странами НАТО и нацистами, которые там есть. И борьба с нацизмом, который расцвел на Украине, страшным махровым цветом. Это же сегодня тоже новый серьезный вызов, тем более, в котором уже гибнут наши русские воины и мирные жители. И очень много сотни тысяч сегодня уже беженцев на территории России и других стран мира, с территории Украины. И, конечно, мы должны встречаться, мы должны, как это всегда бывало на нашей форуме, собирать самых ярких, а самое главное, самых патриотичных, духовных, нравственных экспертов, лидеров, в том числе лидеров религиозных организаций и говорить о том, как нам нужно сделать то, чтобы выйти из сегодняшнего кризиса, чтобы улучшить русский язык на Кавказе, чтобы, безусловно, сегодня укрепить семью, хотя в Конституции же все больше появляется тех статей, касающихся семьи, которые должны укреплять сегодня нашу семью. И мы очень надеемся, что вот вся эта огромная деятельность будет работать только на возрождение народа, на оздоровление нашего общества, на процветание нашего Отечества. Можно ли сказать, подвести какие-то итоги? Вы знаете, когда речь идет о народе, о его процветании, расцвете, это сделать невозможно. Да, если говорить об экономике, то можно сравнить, например, экономику, когда мы начинали 2012 года, экономику 2022 года. Можно сравнить. Это можно сделать. Можно сравнить, к сожалению, наверное, не в плюс, рождаемость, может быть, вопрос алкоголизма, наркомании, деятельности здравоохранения. Можно, а вот, скажем, духовное состояние народа, патриотичность народа, который сегодня как раз проявляется или не проявляется во время специальной военной операции, такого прибора нет. Поэтому разговор о том, что подведя итоги юбилейного нашего Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора мы должны идти дальше. Идти дальше, просяв Бога помощи, безусловно, привлекая к этой деятельности самых ярких, а самое главное, нравственных, духовных, образованных лидеров, экспертов, специалистов с тем, чтобы они могли обратиться своим очень важным словом по всему народу. Дорогие друзья, с юбилеем Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Субтитры создавал DimaTorzok